Адресная помощь педагоги и ученики отправили посылку жителю села Викторовка Волновахского района. Операция «Должник» муравленковских водителей проверяют на наличие задолженностей. Мое профессиональное будущее. Шестиклассники участвуют в профориентационном проекте. Муравленковцы всегда готовы протянуть руку помощи под шефным поселением Волновахского района. Так работники управления образования оказали адресную поддержку единственному жителю деревни Викторовка. Ребят, посмотрите сначала на меня, Даш. Я показываю светло-коричневый. Воспитанники Центра детского творчества выполняют приятную миссию. Рисуют пасхальные открытки Виктору Воскобойникову, единственному жителю деревни Викторовка. К сбору посылки присоединились и дети с других объединений. Делают это с душой. Ребят очень тронула история жителя Донбасса. Мы собираем с вами пасхальную посылку для жителя села Викторовка Воскобойникова Юрия Николаевича. Он бывший сапер. Сейчас работает, сам разминировал деревню свою и дорогу до остановки. И работает на автозаправке в городе Донецк. И живет один. До ближайшего магазина несколько километров, поэтому свежий хлеб на столе у мужчины бывает далеко не каждый день. Но теперь у него будет собственная хлебопечь. Посылку должны доставить к Пасхе. В коробку ребята складывают все для приготовления куличей. Муку, сахар, сухие дрожжи, присыпку пряности. Туда же отправляются красители для пасхальных яиц. А в соседнем кабинете ребята из отделения декоративно-прикладного творчества своими руками делают праздничные украшения для стола. Дети и педагоги уверены, корзинка с поделками долго будет радовать душу Юрия Николаевича. Меня очень тронула история Юрия Николаевича о том, что он живет совсем один в разрушенном селе. Когда мы делали ему подарки, мы вкладывали туда всю нашу любовь, частичку себя. И мы очень сильно надеемся о том, что когда ему придет наша посылка, он будет счастлив и будет знать, что он совсем не один и с ним всегда будут рядом. Здорово, что к нашей благотворительной акции присоединились ребята очень активно. Они не просто делали поделки, открытки, сувениры пасхальные. Они полностью включились в эту акцию, сопереживали, хотели, чтобы человеку было приятно подготовить ему праздничные аксессуары и порадовать его от всей души. Подарки для Юрия Воскобойникова передали в штаб акции «Мы вместе». Вскоре они со множеством других посылок, собранными муралинковцами для подшефных территорий, отправятся к адресатам. Здравствуйте, наслажды. Ой, спасибо огромное. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Волноваху и Муравленко связывает крепкая дружба. Наши образовательные организации уже почти год сотрудничают с двумя детскими садами и школой. Делятся методическими наработками, проводят совместные онлайн-мероприятия. А на прошлой неделе система образования взяла под свое крыло еще две школы и два детских сада Волновахского района. Кроме этого, большая востребованность у наших новых территорий в материалах для творческого развития детей, особенно в детских садах. Поэтому здесь мы планируем оказать гуманитарную помощь в виде направления раскрасок, карандашей, наборов для детского творчества, малых спортивных вот таких снарядов или лечей, скакалок для того, чтобы организовать летний отдых, помочь нашим коллегам организовать летний отдых вот на наших новых побратимских территориях. Впереди большая и насыщенная работа по формированию учебных планов, календарных графиков, рабочих программ. Педагоги и воспитатели готовы оказать любую поддержку своим коллегам из Волновахи. Татьяна Бойко, Виталий Сидняев, Руслан Шиньязов. Новости Муравленко. В Муравленко проводится профилактическая операция «Должник». Она направлена на выявление водителей, которые вовремя не оплачивают штрафы. Поэтому рейды автоинспекторы проводят совместно с судебными приставами. На сегодняшний день в отделе судебных приставов более 500 постановлений по линии ГИБДД. Общая сумма штрафов за дорожные нарушения составляет более 1 миллиона рублей. В основном, говорят госавтоинспекторы, водители превышают скорость, проезжают на запрещающий сигнал светофора, пренебрегают ремнем безопасности. У нас идет операция «Должник». Вы штрафы свои знаете? Оплачиваете своевременно? Вы знаете? Она есть, я пошла не проживаю. Проживаете, да? Молодцы. В списке неплательщиков 22 водителя, грубо нарушившие ПДД. Управлявшие авто в нетрезвом виде, проезжающие на красный, не пропускающие пешеходов. Общий долг нерадивых гонщиков составляет 660 тысяч рублей. При выявлении их на дороге судебный пристав выписывает повестку о необходимости визита к специалисту. Для добросовестного погашения задолженности по штрафам дает 5 дней. В противном случае выносит исполнительный сбор – 7% от суммы задолженности. Также в отношении должников применяются меры принудительного характера. В случае установления также у должника доходов или пенсии, выносится постановление об обращении взыскания на доходы или пенсию. Также получается, если сумма задолженности превышает 3000 и более рублей, соответственно, выносится постановление о временном ограничении из Российской Федерации, за пределы Российской Федерации. Если это в случае штрафов, которые от 30 тысяч, это вносится ограничение на спецправа, также, соответственно, судебный пристав исполнитель может наложить арест на имущество. Профилактическая операция в Муравленко продлится по 25 апреля. Совместные рейды продолжатся. Инспекторы говорят, по практике прежних лет после таких мероприятий суммы долго снижаются в разы. Да и водители относятся с пониманием. Чтобы людям напомнить, что долги надо платить. А вы часто проверяете? Да, часто. Захожу на сайт ФССП. Бывают штрафы, которые не высвечиваются, некорректно программа работает. Бывает. Блокируют счета и потом заходишь и обнаруживаешь задолженность в размере 500 рублей. Некоторые граждане по фотофиксации, например, даже и не знают о том, что они нарушили, где-то стоп-линию пресекли, где-то выехали на полосу встречного движения, где-то превысили скоростной режим, который фиксируется. И достаточно очень много граждан, которые сразу же в принципе в телефоновом режиме оплачивают штрафные санкции. Узнать о наличии неоплаченных штрафов водители могут на официальном сайте ГИБДД или в личном кабинете на портале госуслуг. Кстати, здесь же в течение 20 дней после наложения штрафа можно оплатить его с 50-процентной скидкой. Наталья Матюшкина, Инна Борисова, Руслан Шаньязов. Новости Муравленко. Муравленковские педагоги разработали для шестиклассников уникальный сетевой проект «Моё профессиональное будущее». Благодаря ему дети могут найти своё увлечение и расставить приоритет в учёбе и выборе дальнейшего образования. Занятия в рамках проекта проводятся по субботам. У каждой школы своё направление. Так, первая стала базой для углублённого изучения английского языка. Вторая – физики. В третьей упор делают на общество знания и финансовую грамотность. В четвёртой углублённые изучают информатику. В пятой – творчество, журналистику и литературу. А вот что ждёт детей в новом учебном году во второй школе, родителям будущих шестиклассников рассказали педагоги. В лаборатории, практикумы, чтобы родители могли увидеть, что дети в будущем году будут получать в рамках этого курса, какие навыки они смогут приобрести, какие межпредметные какие-то компетенции, которые помогут быть им в дальнейшем успешными и в освоении, в дальнейшем получении дальнейшего образования. Алина Безлюдова – мама пятиклассника. Сегодня она познакомилась с некоторыми новыми для неё направлениями обучения. Получила массу впечатлений и узнала, что физика – совсем не скучный предмет. Понравилось то, что сегодня именно физику показали совсем с другой стороны. То есть не скучным, занудным каким-то предметом, где изучают формулы, а всё в форме игры, что как раз-таки наши дети будут ещё не совсем большие. И изучить этот и посмотреть на этот предмет совсем как бы с новой игровой стороны. И плюс это, конечно, практика. Год назад во второй школе открылся музей ямальских самоцветов. Идейный вдохновитель учитель географии Лилиана Половко на встречу с родителями показывает взрослым эксперимент с камнями. Показали, допустим, на примере камней, что в нашем крае такое существует. Мы ходим и не замечаем даже под ногами, что у нас действительно такая тут красота. Ну и, конечно, эксперимент с душой камня. Думаю, сегодня я обязательно этот опыт повторю своим ребёнком. Сегодня во всех школах проводятся такие интерактивные субботы. В мастерских и лабораториях учащиеся знакомятся с элементами функциональной грамотности и на практике проверяют свои умения, навыки и качества, которые пригодятся им в будущем для построения своей профессиональной карьеры. А в конце учебного года ребятам и их родителям дадут индивидуальные рекомендации, которые помогут определиться с выбором будущей профессии. Наталья Матюшкина, Евелина Хамзяева, Руслан Шаньязов. Новости Муравленко. Это все новости на сегодня. Ещё больше подробностей на нашем сайте muravlenko24.ru и в социальных сетях.